Всем бритвоманам, любителям классического бритья, большое здравствуйте! Это видео, это будет обзор бритвы, которой я дал вторую жизнь. Вторую жизнь я ей дал по причине того, что она уехала своего хозяину. Был стопроцентный клин, которые понимают, как это должно работать и как это должно затачиваться. Далеко не все почему, потому что клины стопроцентные выпускал только я. И больше никто в мире. И это по понятным причинам вызывает у некоторых недоумение, как с ней работать, именно при заточке. И что получилось? Она потом поехала в, не скажу какой город, к заточнику, специалисту. Но специалист, видимо, тоже не понял ее, вот этого стопроцентного клин, плюс эту твердость. Но, скорее всего, он не понял все-таки геометрию. То есть она для него непривычная. И я это понимаю, и я людей за это не осуждаю. Потому что тут либо, знаешь, либо догадливый крепко, либо ну никак. То есть вот такая история была. И она прошла то ли двух, то ли трех заточников, я что-то даже не вспомню. И в итоге она вернулась домой. И вот она теперь тут. Но я предлагал, как бы, эту бритву переделать. То есть именно вот полотно сделать из 100% клина, 75% клин. И как бы все будет хорошо. Но люди уже напугались уже этого момента. То есть фиг ее знает, что там ждать дальше. И в итоге, как бы, она осталась у меня. Вот такая вот у нас история. Но она у меня лежала-лежала. Пришло сейчас время. Такой момент, когда у меня есть время на то, чтобы позаниматься этим вариантом. И что я не смог, конечно же, упустить. И вот данная бритвка теперь в рабочем состоянии. Уже с геометрией 75%. Потому что 100% там уже нельзя было сделать. Там уже во время множества заточек и 100% клин перестал быть клином. Это рог, натуральный черный рог. Бритва 10 десятых. Сталь, надо будет посмотреть, не вспомню какая-то. По-моему, 8, если я не ошибаюсь. А может, ШХ-15 даже. Надо будет смотреть. И вот, короче говоря, она теперь вот такая. Она теперь с фогнутостью 75%. Как у англичан. 10 десятых размер. Стало чуть полегче, так как стали стало чуть меньше. Ну, понимаете, да, был 100% клин плотно. А теперь 75%. Ну, не намного меньше, но все же меньше. Вот теперь и бритве дана вторая жизнь. Вот только что я ее заточил. И сейчас мы, думаю, покромсаем волос. Что нам делать, да? Давайте посмотрим. Ну что ж, бумажку подложил. Волосы руки взял. Давайте посмотрим. Я, в принципе, уже это пробовал. Поэтому только для вас показываю. Так, волосы видно. Видите? Распускает надвое. Больше, чем рубит. Это на мягкое бритье. Дальше по кромке пошли. Мягко-мягко-мягко. Раздваивает и обрезает. Здесь вот кончик, конечно, вскакивает. Волос подпрыгивает. Смотрите, еще раз. Просто уронился. Смотри, каким углом поднесешь. Меньший угол она ее строгает. Почти перпендикулярно она его просто рубит. Вот такие вот у нас с вами дела на сегодня. Да, пришлось, конечно, в нее еще вложиться. И трудом, и деньгами. Но зато я считаю дело стоящее дать бритве вторую жизнь. Как вы думаете? Правильно я сделал? Ну, на этом все. Сегодня я развешу ее на сайте. Посмотрим. Может, найдется тот хозяин, которому она придется по нраву. Спасибо всем за внимание. Увидимся как-нибудь. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...